Многие люди спрашивают, чем кормить пираний. Многие спрашивают, чем кормлю своих пираний я. В этом видеоролике мы поговорим с вами о кормлении пираний. Некоторые моменты кормления пираний вызовут у вас ужас и шок. Многие посчитают меня живодером и садистом. В какой-то степени они будут правы, ведь я, так же как и все вы, являюсь человеком, самым опасным и безжалостным существом на земле. Мы насаживаем рыб и червей на крючок, чтобы наловить себе рыбу на ужин. Мы выращиваем животных на убой, для того, чтобы быть сытым и довольным. Мы убиваем различное количество насекомых, чтобы обеспечить себе комфорт и безопасность. Наши злодеяния можно перечислять бесконечно. Но давайте перейдем к теме ролика. В природе пиранина террера являются безжалостным хищником. И даже более крупная рыба или какое-то другое животное может стать прекрасным пиром для стаи этих рыб с острыми как лезвия зубами. В домашних условиях пираньи на террера нужно кормить различными морепродуктами. Благо в современных супермаркетах их огромное количество. Мидии, кальмары, осьминоги, креветки, различная рыба. Пираньи также можно кормить и речной рыбой, желательно после глубокой заморозки. Во избежание заражения пираньей какой-либо заразой или паразитами. В ход может пойти любая рыба местных водоемов. В летнее время отличной подкормкой для пираньи может стать дождевой червь. Это очень питательная пища и частое кормление червями может привести к ожирению рыб. Изредка можно подкармливать куриной грудкой или бычьим сердцем. Но я, как и многие опытные пираньеводы, не советую кормить пираньи мясом теплокровных, так как оно плохо усваивается. Пока пираньи совсем маленькие, можно кормить их мотылем. Но слишком долго на этом корме не задерживайтесь и переходите на креветки или рыбу. Хочется отметить, что не стоит кормить пираньи жирной рыбой, вроде тюльки или мойлы. Так как после кормления такой рыбой на стенках аквариума осядет очень много жира. Нельзя постоянно кормить взрослых пираньи мотылем или сухими кормами. Как часто кормить пираньи и какую порцию еды им давать? Пока пираньи маленькие, их необходимо кормить каждый день, а то и два раза в день. Пираньи быстро растут и требуют много пищи. Взрослую рыбу можно кормить реже. Кто-то кормит через день, кто-то раз в три дня. Но следует учитывать тот факт, что пираньи проголодавшие способны обкусаться братьям плавники. А в худшем случае убить члена стаи. Насчет того, сколько пищи им давать, точного ответа нет. Пираньи это та рыба, которая насытившись, более не притронется к пище. Так что в процессе постоянного кормления вы сами определите, сколько пищи им давать. И обязательно убирайте недоеденную пищу из аквариума, иначе мясо быстро затухнет. Я кормлю пираньи ежедневно и лишь один день в неделю делаю разгрузочные. Пища для пираньи должна быть достаточно разнообразной. Основой рациона моих пираньи является речная рыба, карась и различный живец. В качестве разнообразия даю морепродукты из супермаркета. Креветки, кальмары, мидии и различную рыбу. Очень хорошо едят креветки и рыбу. Кальмары и мидии поедаются как-то неохотно. Как я уже говорил выше, речной рыбой необходимо кормить только после заморозки. Но пираньи, являясь в природе также падальщиками, имеют сильнейший иммунитет. И я часто кормлю их свежей и немороженной рыбой. Но это лично мое решение, и риск заразить своих питомцев никто не отменял. В летнее время я часто подкармливаю пираньи дождевыми червями. Очень хорошо поедают их. Но дождевых червей стоит выдержать пару дней, чтобы они избавились от земли. И вот самый острый вопрос, ответив на который, многие считают меня садистом и живодером. Кормлю ли я пираньей живой рыбой? Да, один и два раза в месяц я кормлю своих пираньей живой рыбой. Пираньи хищники, и хоть изредка они должны это почувствовать. Когда я даю стае живую рыбу на съедение, то невооруженным глазом видно, как стая оживает. Каждая рыба становится более возбужденной, проворной и активной. Каждый должен воспринимать это как кормление хищников, а не садизм и живодерство. Это мои питомцы, я очень сильно люблю их и стараюсь создать для них максимально комфортные условия жизни. Ставьте лайк или дизлайк, подписывайтесь на наш канал, а я ненадолго прощаюсь с вами. Пока-пока.